Эта история Леонида Млечина для тех, кому небезразлична наше прошлое. У императора Наполеона в 1815 году было 100 дней, 100 дней триумфального пребывания у власти. А у Лаврентия Павловича Берии 70 лет назад, в 1953, было 114 дней. 114 дней, в течение которых он по существу руководил страной. Это достаточно короткий по историческим меркам период. С начала марта 1953, когда умер Сталин, и до конца июня 1953, когда Лаврентий Павлович Берия был арестован. Эти 114 дней вызывают невероятный интерес историков, потому что это действительно один из самых важных эпизодов в нашей истории. Что именно тогда происходило? Чего хотел Берия? На этот счет существуют различные мнения. Одни уверенно говорят, Берия начал реформировать страну и сделал очень многое для государства. Другие столь же уверенно говорят, что Берия начал разрушать страну, и это сыграло гибельную роль в нашей истории. Что именно тогда происходило? Давайте разбираться. Сталин еще не умер, еще врачи не диагностировали его смерть, когда власть его наследниками была поделена. Первую роль занял Георгий Максимилианович Маленков. Он стал председателем Совета Министров, как и Сталина. Потом отказался от должности секретаря ЦК, следуя сталинской тенденции в последнее время отодвинуть партийный аппарат и все решения принимать в аппарате Совета Министров. Маленков считался вторым человеком при Сталине, никто не сомневался в том, что он после ухода вождя должен стать первым. Маленков назначил несколько первых заместителей, но реальным первым заместителем стал Лаврентий Павлович Берия. Это было сразу же заметно. Берия предложил Маленкова на роль председателя Совета Министров, и Маленков сразу же в ответ предложил назначить Лаврентия Павловича своим первым заместителем. И видно было сразу же, что пока остальные члены президиума ЦК, руководители правительства с трудом вживаются в новую эпоху, жизнь без Сталина, Берия действует с невероятной энергией. Прежде всего он собрал силовые органы в единое министерство. При Сталине было Министерство государственной безопасности, Министерство внутренних дел. Лаврентий Павлович все объединил в единое МВД и стал министром. Он вернулся на Лубянку после достаточно долгого периода, ведь Сталин убрал его оттуда в конце 1945 года. Поэтому чекисты, вообще сотрудники силовых органов по-разному его встретили. Там его назначенцев на самом деле осталось не так уж много. Аппарат госбезопасности менялся постоянно. В последние годы Сталин очень многих снимал, сажал, очень сурово расправлялся с сотрудниками Лубянки. Поэтому там было много новых людей. И они вообще в принципе к Лаврентий Павловичу относились равнодушно или даже с большим сомнением. Но он пришел в свои бригады. Это первое, что делал всегда Берия, когда садился на новое место, расставлял, где только возможно, своих людей. Он расставил своих людей в аппарате МВД, в Совмине, отправил в родную республику, в Грузию, там новое руководство. Кто потом вспоминал вот эти первые дни, рассказывали, что Берия был невероятно воодушевлен, что пока остальные руководители страны действительно не знали, как им жить и действовать без Сталина. Берия распирала желание что-то делать. Он был в прекрасном настроении, этого не скрывал. Он начал с того, что велел пересмотреть самые громкие дела последних лет. Дела, к которым он не имел ни малейшего отношения. Дела, за которые должны были ответить другие. И это имело важнейшее значение. Потом, когда будем выяснять вопрос о том, почему товарищи вас Стали против Берии, то один ответ напрашивается сразу. В его руках оказался архив со всеми подписями. И любого из членов президиума ЦК он мог назвать виновным в несправедливых репрессиях, в несправедливом уничтожении невинных людей. Он приказал пересмотреть дела, еще раз заметим, к которым не имел ни малейшего отношения, поэтому все давалось легко. Одно из этих дел, называемое Менгрильское дело, это то, что началось в последние сталинские годы, и что, видимо, имело в виду целью самого Берию. Там в Грузии началась смена верхушки, и, судя по всему, собирали материал на самого Лаврентия Павловича. Последний министр госбезопасности в сталинскую эпоху установил прослушивающую аппаратуру в квартире его матери, подбирал документы против Лаврентия Павловича, так что это была такая самооборона. В другой группе Берия велел разобраться с делом врачей-убийц. Это одно из самых громких дел последних сталинских месяцев, когда целую группу очень известных врачей-академиков обвинили в том, что они убийцы и американские шпионы. Дело носил антисемитский характер, но ударило на самом деле по всему медицинскому корпусу. Он получил разобраться с военными делами, то, что было несколько громких дел, когда военных обвинили, бог знает в каких преступлениях. И очень быстро, почти мгновенно, комиссии представили свои доклады, из которых следовало, что все эти дела придуманы и фальсифицированы, что никто из осужденных, привлеченных к ответственности, не виновен. И Берия не только немедленно освободила этих людей, но и сообщила об этом. В один из первых апрельских дней 1953 года появилось сообщение о том, что врачи-вредители, врачи-убийцы на самом деле ни в чем не виновны. Это прозвучало очень громко. Ничего подобного еще не происходило. И очень многим чиновникам не понравилось. Уже потом, после ареста Берии на пленуме ЦК, секретарь ЦК партии Шаталин, отвечавший за работу с административными органами, обиженно скажет, «Ну что же это такое? Ну ладно, там что-то неладное было с делами врачей, но решили бы вопрос. Зачем же было об этом рассказать?» Замечательная логика. Арестовать невинных людей и публично обвинить их – это нормально. А освободить людей и публично извиниться перед ними – это ненормально. Точно так же в отношении других дел выпускали военных. И, конечно же, Лаврентий Павлович поспешил сделать что-то приятное коллегам. Освободил жену Вячеслава Михайловича Молотова, которой грозило очень серьезное обвинение. Реабилитировал посмертно. Брата Лазаря Моисеевича Кагановича, брат Кагановича Михаил, руководил авиационной промышленностью. Потом ему предъявили обвинение, он застрелился. То есть Лаврентий Павлович спешил сделать приятное и товарищам по президиуму ЦК. На самом деле начался более широкий пересмотр того, что происходило на Лубянке. И Берия, основываясь на тех записках, которые он получил, издал приказ о прекращении мер физического воздействия. Это имело большое значение. Он говорил о том, что процветало беззаконие, что людей пытали, мучили, избивали, что с этим нужно покончить. Велел уничтожить кабинеты, где это происходило. Камера специально для этого оборудована. Это имело, конечно, большое значение. Одно из самых громких дел, связанных с этой эпохой, это так называемая Бериевская амнистия. Но на самом деле она называлась Ворошиловской, потому что указ об амнистии подписал председатель Президиума Верховного Совета СССР, маршал Ворошилов. Он стал представителем Президиума. В те мартовские дни хотели опереться на авторитет маршала. И в массовом сознании Бериевская амнистия оценивается однозначно плохо, что вот он специально выпустил на свободу уголовных преступников, чтобы испортить жизнь в стране. На самом деле все иначе. Это такая оценка, результат просто того, что Берия будет вскоре арестован и назван сам преступником. На самом деле потребность в амнистии созрела давно. Амнистии при Сталине не происходило. Это вообще обычное дело во всех государствах. О ком шла речь? Кого Берия предложил амнистировать? Он справедливо писал, что за решеткой находится большое число людей, которые явно не представляют большой опасности. Это женщины, подростки, очень пожилые люди. Люди, осужденные по незначительным преступлениям. И люди, осужденные за преступления, которые потом вообще будут изъяты из Уголовного кодекса. Это очень важное обстоятельство. При Сталине законодательство все время ужесточалось. Вводились наказания за проступки, которые никак нельзя считать уголовным преступлением. Сидели председатели колхозов за несвоевременную сдачу хлеба. Сидели директора предприятий за неисполнение плана. Сидели подростки за маленькие кражи. И получали они серьезные сроки. Берия писал о том, что нужно вообще, в принципе, пересмотреть уголовное законодательство и избавиться от некоторых статей, что, кстати, и произойдет. Иначе, писал у нас, в скором времени число заключенных за 3 миллиона перевалят. Это невиданные цифры. И по Бериявской амнистии на свободу вышли люди, которым вообще нечего делать было в тюрьме. Они не совершали уголовных преступлений. Или совершили преступления незначительные. Уже достаточно отсидели. Там вышло на свободу больше миллиона человек. Миллион двести, если мне не изменяет память. И еще 400 тысяч дел было прекращено на стадии следствия. Ну, конечно, всегда кто-то из выпущенных преступников совершает преступление вновь. Но на самом деле это имело большое значение. Почему Берия пошел на амнистию? Я думаю, было несколько причин. Во-первых, действительно лагерная система была перегружена. И это становилось опасным. Потому что в последние годы за решеткой оказались люди, которые были готовы оказывать сопротивление лагерной власти. Это люди, прошедшие войну. Это такие молодые мужчины в цвете лет. И лагеря находились в среде, где же на свободе уже жили вчерашние зэки. Поскольку существовала система паспортных ограничений, то есть вчерашние зэки не могли жить в любой области нашей страны, а только на определенных территориях, то они, в общем, и селились неподалеку от лагерей. И образовская взрывоопасная среда. И в 1953 году уже были восстания в лагерях. Смерть Сталина на это тоже повлияла. Лагерные восстания представлялись опасными. Я думаю, что это был один из мотивов, который повлиял на Берию. Выпустить людей, снять напряжение, убрать эту взрывоопасную массу. Второе, это было, конечно же, его стремление обрести популярность. Ну что же, властитель, который дает амнистию, конечно же, нравится. Хотя, повторяю, что в тот момент амнистия была воспринята как ворошиловская, а не как бериевская. Ну и в-третьих, эти документы действительно готовили профессионалы, которые справедливо говорили о необходимости пересмотра законодательства. Кстати говоря, в целом эту идею новые руководители, новые старые руководители поддерживали. Когда мы говорим о людях, в руках которых оказалась вся власть после смерти Сталина, надо понимать, что они действительно хотели перемен. Маленков первым произнес слово «культ личности», имея в виду Сталина. Маленков выступал с речью на похоронах Сталина, а потом выступали Берия, Молотов. И на заседании Маленков говорит, а почему в правде моя речь на первой полосе, а речь товарищей на других? У нас должно быть все на равных. Зачем мы следуем культу личности? Когда газета «Правда» усилиями тогдашнего главного редактора Шипилова опубликовала смонтированное фото. В 1949 году в Москву приезжал Мао Цзэдун, вождь коммунистического Китая. Фотографию старую смонтировали и поместили в «Правде». На ней появились, на ней были только трое. Мао Цзэдун, Сталин и Маленков. Ну, Шипилов хотел сделать дечто приятное новому руководителю страны. Маленкову это не понравилось. Он устроил публичное разбирательство, и Шипилов получил выговор. И Маленков говорил, незачем нам тут повторять эти тенденции культа личности. Он куда-то пришел выступать, все стали аплодировать. Маленков сказал, это вам тут небольшой театр, а я не Козловский. В знамене это был певец. Это людям, с одной стороны, нравилось, а с другой стороны, очень не нравилось чиновникам партийным, которые не понимали, как быть, к кому обращаться. Система-то была вождистская. Уже привыкли, что есть первый человек, на которого ориентируются, а тут все было непонятно. Но это другой разговор. Тем не менее, все сознавали, что ситуация в стране очень сложная, им нужно что-то менять и во внутренней политике, и во внешней. Берия занялся и внешней политикой. Но сначала по служебной части, поскольку ему подчинялась разведка, то он вызвал в Москву сотрудников резидентур внешней разведки, особенно из стран народной демократии, которые потом станут частью социалистического лагеря. Устроил всем экзамен. Потребовал от всех проявить знание иностранного языка, языка страны, в которой работаешь. И кто мог сдать экзамен, возвращался на свое рабочее место, а кто нет, застрял в Москве. Это было серьезное требование. Он хотел, чтобы сотрудники разведки как минимум знали язык страны пребывания. Говорил, что же это такое, получая от вас информацию, которую я уже в сводках ТАСС прочитал. Зачем она мне нужна? Мне рассказывал об этом мой первый начальник, подполковник Виталий Геннадьевич Чернявский. Я только начинал свою трудовую деятельность. Захожу к нему в кабинет, открываю дверь. Он сидит, откинувшись в кресле, трубкой телефонного уха, смотрит куда-то в окно, так мечтательно и говорит, когда я допрашивал своего первого пленного немца в феврале 42-го, я понял, что я лишний и вышел. Так вот, Виталий Геннадьевич Чернявский, который всю свою жизнь служил в органах государственной безопасности, а после войны в разведке, рассказывал мне, как его в те дни 1953-го года вызвали к Бери, к министру внутренних дел, и Бери сказал, поедешь в Румынию, в Бухарест. Я спрашивал Чернявского, а почему Бухарест? Я с 1944 года, когда капитулировала на Румынию, которая была союзницей нацистской Германии, я с 1944 года там жил, несколько лет работал, освоил румынский язык, вообще сказал Чернявский, мог выдавать себя за заправского румына. Вот меня Берий выбрал возглавить представительство Министерства внутренних дел, и я отправился и докладывал оттуда. Кстати, забегая вперед, мне Чернявский рассказал, что в день ареста Берии перестала работать связь с Москвой, а у него был аппарат ВЧ, правительственная международная связь, говорит, пытаются соединиться с Москвой, не соединяют. После ареста Берия меня вернули в Москву, и в ЦК партии сказали, ваше назначение не было утверждено аппаратом ЦК партии, так что назад Бухарест вы не вернете. То есть Берия хотел серьезного пересмотра работы разведки. Но особую роль он сыграл в событиях в Восточной Германии, где весной с 1953 года началось настоящее восстание. Ну, на всякий случай напомню, что Германия была разделена по зонам оккупации. На территории, которая заняла Красная Армия, создалось социалистическое государство, Германская Демократическая Республика, а на территории, которую занимали американские, британские и французские войска, появилась Федеративная Республика Германии. Особую сложность представлял Берлин, поскольку он был разделен на несколько зон оккупации, советская зона оккупации. Восточный Берлин стала столицей Германской Демократической Республики, а западные зоны оккупации оказались в таком странном положении. Естественно, между двумя государствами существовала граница, а в Берлине границей как таковой не было. И берлинцы из одного сектора могли перемещаться в другой. Перемещались они с востока на запад. И бегство из социалистической ГДР, из Восточной Германии, достигло устрашающих масштабов. И в Москве очень беспокоились относительно будущности в Восточной Германии. И после смерти Сталина руководители ГДР вызвали в Москву, где стали им говорить, что ваша политика, она неправильная. Вы создали очень жесткую систему, у вас рабочие себя плохо чувствуют, потому что вы все время увеличиваете нормы выработки, вы прижимаете людей, поэтому надо что-то в вашей политике менять. И тогда прозвучали даже слова, которые потом будут обсуждаться, потому что сказал об этом Берии, что вообще говорил он. Наша-то цель состоит в том, чтобы иметь единую нейтральную Германию. Это потом поставят ему в вину. На самом деле он повторял сталинскую идею. Это сталинская идея, которую Сталин не раз пытался реализовать. Сталину очень не хотелось, чтобы западная часть Германии, федеративная республика, стала частью НАТО, Североатлантического блока. Поэтому и возникла в Москве идея, что Советский Союз готов поддержать объединение Германии, и если Германия останется нейтральной. Но слова эти, это предложение прозвучало достаточно поздно. И федеративную республику уже приняли в НАТО. Но идея эта в Москве продолжала существовать. Что значительно важнее добиться того, чтобы единая Германия была нейтральной, больше никогда не представляла опасности, чем строить социализм на востоке Германии. Это была идея, которую Берия повторил, которую потом ему поставят в вину. Тем более, что через короткое время в Берлине действительно вспыхнуло восстание, которое распространилось на другие города. Восстали рабочие. Восстали рабочие против высоких норм выработки. Восстали рабочие в других городах. В какой-то момент казалось, что власть рушится. Но там находились советские войска, и советская военная администрация сделала все, чтобы этот мятеж прекратился. Кстати, принято считать, что тогда в Восточный Берлин вылетел и сам Берия. Нет, Берия сидел в Москве, он отправил туда двух своих подручных, Гоглидзе и Амаяка Кабулова. Они находились там в тот день, когда самого Берию арестовали. А наши представители в Восточном Берлине получили неожиданное указание арестовать Гоглидзе и Кабулова. Гоглидзе арестовали сразу, а Кабулов сидел у себя в представительстве и не знали, что сделать. Ему позвонил советский верховный комиссар, известный дипломат Владимир Семенов. Говорит, приезжай, тут есть важные дела. А ему Кабулов растерянно говорит, я не могу до Москвы дозвониться, меня что-то не соединяет, со связью какие-то проблемы. На что Семенов вежливо сказал, да приезжай, у меня связь прекрасная работает. Кабулов приехал, его арестовали, и Гоглидзе вместе с Кабуловым сядут на скамью подсудимых вместе с Лаврентием Павловичем Берии. То есть Берия вмешивался во все, и во внешнюю политику тоже. Во внутренней политике его интересовали две темы. Первая – это сокращение масштабных расходов, чтобы выделить деньги на народное потребление, а вторая – это взаимоотношения с национальными республиками. В принципе, новые советские руководители, старые руководители, занявшие новые места, с ужасом увидели, в каком трудном положении пребывает страна. Ну, они находились в привилегированном положении, не очень понимали, как шла жизнь, а когда им стали класть на стол сводки Центрального статистического управления, они пришли в ужас. И потом, кстати, на плену МИЦК, после ареста Берии, первый секретарь Смоленского обкома, обращаясь к маршалу Ворошилову, скажут, ну, Климент Ефремович, вот вы помните, как вы к нам в область приезжали, посмотрели, увидели, что происходит, и сказали тогда обреченным, да сюда хоть Карла Маркса назначить, ничего сделать невозможно. А руководитель Смоленского обкома рассказывал о том, что созданные в последние сталинские годы условия для жизни крестьян были таковы, что колхозники бежали из колхоза, просто ночью бежали семьями, целыми деревнями, жить было невозможно, жить было очень тяжело, невыносимая жизнь. Колоссальная проблема с продовольствием, руководитель Москвы Екатерина Алексеевна Фурсова, которая вскоре станет секретарем ЦК, членом президиума ЦК, говорили, что даже в Москве хлеб пекли не только из муки, а с добавками. Это труднейшее положение, конечно, их очень тревожило, нужно было высвободить деньги, и Берия наставила на том, что целый ряд крупных проектов был остановлен. Но, пожалуй, главным коньком его были взаимоотношения с национальными республиками. Зачем все это понадобилось Лаврентию Павловичу? Ну, для того, чтобы обрести популярность. Он отчетливо понимал, что поскольку много лет он работал в ведомстве государственной безопасности, то его в стране мало знают, а он хотел, чтобы узнали. Поэтому амнистия, поэтому понижение цен в апреле, почти через месяц, через месяц после смерти Сталина в газетах было опубликовано сообщение о том, что понижены цены на продовольствие, потом понизили цены на промтоварные товары. Но надо, чтобы эти товары были. И, конечно же, Лаврентий Павлович хотел поладить с национальными республиками, хотел их поддержать, чтобы найти в них опору. А национальные республики – это большие партийные организации с большими делегациями на пленумах ЦК, на съездах партии. Это была бы серьезная поддержка. О чем говорил Лаврентий Павлович? Прежде всего о том, что надо прекратить практику отправки в национальные республики кадров со стороны, то есть людей, которые не знают ни жизни в республике, ни языков. Это, надо сказать, нашло очень большую поддержку в республиках. Ну, скажем, в Литве там партийные руководители просто радовались. Там секретари райкомов устраивают такие вечеринки, говорят, ну вот, наконец-то, выпьем за независимую Литву. Руководитель правительства советской Литвы, обращаясь на заседание к литовцам, которые жили в России, переехали в Литву после Второй мировой войны, после окончания Великой Отечественной, когда восстановилась советская власть в Литве, говорил, ну, русских-то заберут, а вы-то несчастные, что будете делать? Вы-то куда денетесь? Юрик литовского языка-то не знаете, что с вами-то делать? То есть эти предложения Берия нашли достаточно широкую поддержку в национальных республиках. Он начал менять руководителя республики, прежде всего, в Беларуси. В Беларуси руководил Батолич, вот известная, крупная фигура, он и секретарем ЦК был, потом более поздний год, я его помню, министром внешней торговли, очень уважаемый человек, он руководил Беларусь, но не был белорусом, белорусского языка не знал, и был переведен туда Сталином. Берия решил, Берия Батолич его не любил, и решил, что надо руководителя республики сменить. Посмотрели по картотеке, нашли человека, знающего белорусский язык, это Михаил Васильевич Зимянин. Ну, более позднее поколение, люди моего поколения, наверное, помнят, Михаил Васильевич Зимянин, был главным редактором, правда, потом уже, потом секретарем ЦК, а вообще он комсомольский работник из Белоруссии, там войну провел, после войны стал секретарем ЦК Белоруссии, они с Патоличем не поладили, и Зимянина забрали в Москву. Берия вызвал к себе Зимянина и сказал, что станешь первым секретарем ЦК Белоруссии, готовь выступление. Там собрали пленум, прилетел Зимянин, выступил с острой критической речью, и это происходило, но в тот день, когда Берию арестовали. Поэтому все отмотали назад, Патоличева оставили на месте, Зимянина вернули в Москву, но он потом сделает карьеру, будет главным редактором, потом секретарем ЦК. То есть Лаврентий Павлович действовал очень серьезно и решительно, менял кадры и надеялся, что получит поддержку. Он предложил ввести национальные ордена в республиках, увековечить память выдающихся деятелей искусств, вообще проявить большую либеральность в отношении местных деятелей, искусств не преследовать их и так далее. Очень многое из того, что он сделал, историками поддерживаются, очень многие говорят, ну посмотрите, все это абсолютно разумные акции. Лаврентий Павлович, вот выдающийся реформатор, как жалко, что ему помешали довести его программу до конца. Я придержусь другой точки зрения. Конечно, Лаврентий Павлович был человеком крайне прагматичным и циничным, никакая идеология его не интересовала, и среди того, что он предложил, и того, что он сделал за эти 114 дней, было много вполне разумных действий. Вопрос состоит в том, к чему он стремился. Во-первых, в глаза бросается то, что борьбой с беззаконием занимались люди, у которых руки по локоть в крови. Ведь освобождением людей, амнистией, принятием решения о том, что больше никого не пытать, занимались люди, которых потом посадят на скамью подсудимых вместе с Берией, и вы на свет Божий такое вылезет. Их действительно руки по локоть в крови были. Это были такие палачи, настоящие убийцы, и они по сей день не реабилитированы и справедливы. Поэтому за этим стоял, конечно же, абсолютно циничный расчет. Лаврентию Павловичу нужно было обрести популярность, стать известным в глазах людей, чтобы претендовать на власть. Во-вторых, это бросается, конечно же, в глаза. Лаврентий Павлович Берия вовсе не собирался менять страну. Он хотел всего лишь произвести впечатление для того, чтобы самому возглавить страну. В этом нет ни малейших сомнений. Он с абсолютным презрением относился к коллегам по президиуму ЦК. Это видно. Но кто внимательно смотрел хронику того времени, видно, как он вообще пренебрежительно разговаривает с людьми, в том числе крайне пренебрежительно с соратниками. Он никого из них не считал равным себе, никого из них не воспринимал всерьез. И совершил большую ошибку, потому что там был один человек, который сделает все, чтобы карьера Лаврентия Павловича закончилась. Это Никита Сергеевич Хрущев. К чему могли привести реформы Лаврентия Павловича? Я думаю, что если бы ему все удалось, если бы он через какое-то время всех убрал и стал бы главой государства, он бы постепенно превратил бы всю страну в ГУЛАГ. По простой причине, не по идеологическим соображениям, а потому что он привык так действовать, потому что эта система была ему привычна, при которой он отдает приказ, и вне зависимости от того, что говорят законы, каковы реальные ситуации, должно быть исполнено и сделано. Он установил такую систему, когда руководил ГУЛАГа, ему это абсолютно нравилось. В его распоряжении бессловесная рабочая сила, которая сделает все, что и будет приказано, заботиться о ней не надо, одни исчезнут, других приведем. И другой системы он не знал и не признавал и не интересовался. Поэтому, если бы Лаврентий Павлович добился в 1953 году успеха и взял власть, это было бы, на мой взгляд, полнейшей катастрофой. Но почему ему не удалось? Он был такой умелый, а он внимательно следил за товарищами по президиуму ЦК. Каждому из них полагалась охрана. Руководители этой охраны подчинялись Берии. Он прекрасно знал, кто, где, с кем встречается, с кем разговаривает, о чем ведутся беседы. Как же он мог так промахнуться? Я разговаривал с одним известным историком, который всю свою жизнь поработал в аппарате ЦК КПСС и прекрасно знал эту атмосферу. Я его спросил, «Ну как же это могло произойти, что он так промахнулся?» На что мой собеседник, улыбнувшись, сказал, «Расслабился». Расслабился Лаврентий Павлович. Решил, что вокруг его те люди, которые не представляют никакой опасности для него, которые ему в подметки не годятся. И сильно промахнулся. Что именно произошло в последние июньские дни 1953 года и каким образом закончилась блистательная карьера Лаврентия Павловича Берии? Поговорим отдельно. Если вам все это интересно, то ставьте лайки под этим видео. Делитесь с друзьями и подписывайтесь на мой канал в YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...